Там были бочки с горючим прямо в этой машине, и они, слава богу, не взорвались, насколько я неизвестно. Вы знаете, вот именно после этого случая еще двух, вот как раз бутылки с коктейлями Молотова кинули в нашу студию в Петербурге, и затем подожгли машину нашего адвоката, который активно нас защищал, Константин Добрынин, и делал это, кстати, бесплатно, что делает им учесть, и он действительно много сделал для нас. И вот это была стадия, потому что все высказывания депутата Поклонской я воспринимал с некоторой, я бы сказал, даже улыбкой и иронией, потому что, ну, у человека может быть такое мнение, ради бога, но она не видела при этом. Я к этому относился, вот как уже сказал, примерно, спокойно. А вот когда начались эти все вещи, и после этого, как вы знаете, две крупнейшие сети прокатные отказались от нашей картины, именно из-за боязни за зрителей. То есть я считаю, что началась такая практически террористическая атака, я не преувеличиваю, потому что идея терроризма заключается в том, чтобы напугать. И здесь вот именно, ну, как можно себе представить нашу страну, чтобы люди думали о том, пойти им в кино или нет, и ожидать ли чего-то там такого, связанного с фильмом «Матиль». Это ужасно. И тут мы все активно вступили как бы в новую стадию, и я думаю, что все наши многочисленные обращения адвокатов и нас, прокуратуру, в МВД, они сыграли свою роль, потому что все эти люди, как вы знаете, которые вот сделали все эти дела плохие уже, они были, они арестованы, и будет суд, и им грозит наказание уголовное. Я думаю, что это сыграло свою роль определенную, потому что эти сети вернулись. Было еще обращение МВД, которое конкретно было сказано, чтобы любое как бы отделение полиции вблизи кинотеатра обязано обеспечивать порядок, да, потому что это уже преступление. И вы знаете, поразительно другое, что вот начался прокат, и могу вам сказать, что и я, и многие мои товарищи, мы как бы ждали каких-то, ну, например, там, я уж не говорю про элементарные плакаты, там, что «Долой Матильду», или там «Сгорите в огне», или еще что-то, или больше всего мы боялись звонков, вот, которые происходят сейчас не только в кинотеатрах, когда якобы что-то подложено, там, и так далее. Вот за все время, а уже пошла третья неделя проката, ни разу, нигде ничего не сорвало. И ничего не происходило. Только вот на премьере у Мариинского театра и кинотеатра «Октябрь» в Москве, тоже на премьерном показе, жалкие там были 5-6 человек с плакатиками, и то, как мне кажется, им дали, условно говоря, по 100 рублей, они их держали, потому что как только к ним подошли, они тут же свернули и ушли. Ничего там не было. Поэтому все это, с одной стороны, чуть преувеличено, но, с другой стороны, действительно, наша история, я имею в виду с фильмом, показала, что очень много вот этой мути поднялось. И то, что я называю таким агрессивным православием, потому что эти люди, эти организации называют себя православное государство, еще как-то, и мне кажется, что они, наоборот, позорят православие, всю православную веру, и все наоборот, не мы позорим, а они позорят. И вот этот факт, конечно, ужасен. Субтитры подогнал «Симон»